Вторая часть наядовых, но идёт по мере приспособления к водной стихии, то есть самые последние сейчас будут вообще на водоросли походить, да, эти уже такие промежуточные сначала, но уже рдестовые, в принципе это совершенно водное растение. Рупия, семейство рупьевы, 10 видов всего, может быть в горных районах тропиков, либо это в умеренной зоне, ну вот такие они все незрачненькие, в этом клипе прочтись все такие будут. Мелкие цветы, водные эти растения живут большими колониями, напоминают рдесту, но рупии в солёной воде, поэтому где солёных их озёр нет, допустим в тайге, они не живут, а вот солёные озёра могут быть где-то рядом, допустим с морем, или вот Аральское солёное озеро, да, могут быть в горах рупии, если есть солёные озёра. Многолетние растения, полностью или почти полностью погружённые в воду, с длинными тонкими ползучими корневищами, от узлов отходят неразветвлённые корни, некоторые виды рупии могут расти и даже цвести в свободно плавающем состоянии, то есть просто плавает, если его прибьёт там куда-нибудь, он может закрепиться с помощью корней, а так в основном он плавает просто по водоёму. Листья рупии нити видные, узколинейные, практически плохо их и заметно, от стеблей мало отличаются. Низшая часть прилистник охватывает стебель, на стеблях обычно они поочерёдно располагаются, и на верхушке стебля одна и два пара супротивных листьев, а так на самом листе поочерёдно. Соцветие сначала заключено как бы в лист, то есть листья прикрывают, два листа прикрывают соцветие. Потом ножка соцветия удлиняется, иногда очень длинная и даже в виде спирали закручивается ножка соцветия. На соцветии два обоеполых цветка, не имеют прицветников, околоцветника. Две мелкие чешуевидные, такие два выроста чешуевидных, расположены в основании тычинок. Урупии протоандрия, которые препятствуют самоопылению, то есть сначала цветки в мужской фазе, потом в женской, поэтому сам себя опылить не может. В мужской фазе имеет два пыльника, между пыльниками генеции 2.10, плодолистиков. После вскрытия и освобождения пыльников от пыльцы они опадают и разрастаются, собственно, плодолистики, поэтому переходят в женскую фазу. Ну, имеются зонтики при плодах потом, то есть каждый отдельный плодик, он вообще-то из части даже цветка формируется. Плодики урупии имеют обычно грушевидную форму, более-менее они асимметричные, костянкообразные, наружная оболочка богата крахмалом, внутренняя твёрдая. Ну, всё-таки, хотя они все в солёных озёрах, экологически они отличаются. Допустим, рупия коротконожковая, она самая такая, соль любит, поэтому растёт она, то есть наименее галофильный вид рупия коротконожкая, да, наоборот, не любит соль, гоню. Значит, рупия коротконожковая живёт в сравнительно пресной среде, допустим, дельты рек, приморские лагуны и так далее. А вот рупия морская, она только высокую соль. Допустим, рупия морская не может жить в Финском заливе, потому что там слишком пресная вода. Зато она живёт в солёных озёрах, которые там вокруг Балтийского моря, есть солёные озёра, вот там рупия морская живёт. На юге России тоже много солёных озёр, в которых рупия морская. Если совсем высокая соль, то там ещё есть рупия тропонинская, которая в совсем высокой соли живёт. Бывают ещё в солёной тоже воде виды с длинными и ножками соцветий, которые в спирали загнутые, допустим, рупия усиконосная, рупия западная и так далее. Эти галафильные виды, которые любят соли, они также обычно имеют толстые корневища и на большую глубину могут заселиться. Рупия, в принципе, если она цветки над водой вытягивает, что не всегда у неё бывает, то может ветер опылять, но нормально для неё уже водное опыление. То есть это уже совсем приспособлено к воде растение, которое в воде же и опыляется. Пальцевые зёрна свободно плавают в воде, постепенно поднимаются к поверхности воды и там они сталкиваются с цветками, которые в женской фазе и, соответственно, их оплодоряют. Рупия морская обычно в воде осуществляет, а те, которые совсем в солёной воде, вот про которую я говорил, то на поверхности, потому что пальцевые зёрна, они в солёной воде быстро на поверхность поднимаются и там на поверхности цветки, которые они опыляют. Поэтому получается, что у неё цветок сверху, а само растение всё равно внизу. Ну, имеются длинные ножки соцветия и они позволяют реагировать на изменение глубины водоёмов, то что там приливы, отливы, чтобы держать именно на поверхности. Кроме того, они вращают эти женские цветки, что увеличивает возможность контакта с пыльцой. Плоды рупии могут распространять рыбы и птицы, которые едят этот крахмал. Рупия также размножаются вегетативно с помощью корневищ, плавающих побегов и так далее. Зрелый плод может долго сохраняться на материнских побегах. В принципе, её периодически сносят рупию и она вместе с плодами может плавать на довольно большие расстояния и ничего, в общем, с ней плохого при этом не делается. Дзенникелевые, всего 15 видов, высоко специализированные водные растения, пресные слоноватые водоёмы, более-менее северные, допустим, в тайге это не водится. Ну, допустим, дзенникелий род, он есть в России, просто в такой сравнительно тёплой. Потом есть редкие австралийские, лепелена, псевдоальтения и альтения. Альтения, она, в общем-то, западная Средиземноморья, но также обнаружили немножко, что в Ростовской области тоже это альтения есть и в Турции тоже есть. Альтения, скорее, испанское растение. Ну, и в целом они, в общем, невзрачные, вот эти дзенникелевые, вот даже их там на вид трудно от той же рупии и прочих этих водных растений отличить. Это полностью погружённые в воду растения, прикреплены к дну водоёму с помощью тонких ползучих корневищ. Большинство их видов многолетние, в пересыхающих водоёмах могут быть однолетними, псевдоальтения ашерсонам, допустим, вообще только в пересыхающих водоёмах живёт, и поэтому она однолетник, потому что пересыхает и она отмирает. Ну, даже трудно и по корневищу определить, что дзенникелия, потому что походит на всевозможные другие стелющиеся по дну вот эти стебли. Сильно разветвлённые и тонкие гибкие стебли дзенникелевых несут узколинейные, тоже нитевидные сидячие листья с одной жилкой, которые располагаются очерёдно, супротивно, в ложных мутовках. У основания имеют свободный охватывающий стебель прилистники. У дзенникелевых однополые сильно редуцированные цветки, расположенные в узлах стебля, принадлежат к разным полам, причём они достаточно так сильно редуцированные. У мужских цветков одна тычинка, пыльники где-то имеют от двух до восьми гнёзд, женский цветок тоже от одного до девяти плодолистиков, окружены чашевидным покрывалом. Ну и при этом, значит, они как бы самостоятельные побеги имеют, причём мужской цветок обычно на пазушном боковом побеге, а женский цветок на главном побеге находится. Псевдольтения тоже похожие на дзенникелию. У неё женские цветки состоят из одного плодолистика, окружённого околоцветником по типу покрывалой. То есть, в принципе, они там маленькие, даже незаметные, ни тех, ни других, в общем-то говоря, очень мелкие они. Плоды дзенникелевых состоят из костянок с одним семенем, основание разрастается, образует довольно длинную ножку. Ну и есть различные гипотезы, почему, собственно, практически редуцированные цветки, и это обсуждается. Ну и даже иногда отдельные плодолистики женских цветков считают отдельными цветками. То есть, там даже границы цветка непонятны из-за того, что он очень упрощённый. Где там один цветок, где другой. Тоже, в общем, солёные, но есть пресные виды. Допустим, дзенникелия болотная, она в пресной воде. Дзенникелия длинноножковая, приморские лагуны, солёные озёра. Альтения нитевидная только в очень солёных озёрах. Причём есть корреляции, чем более солёная вода в водоёме, тем длиннее ножки у этих плодов, тем длиннее столбики. Видимо, вот это связано с особенностями опыления в солёной воде. Шаровидная пыльца, опять же, она тяжелее воды и опускается на дно. Некоторая при этом попадает на женские цветки. При вот этом водном опылении расход всё-таки в пыльце большой, надо, чтобы попала она там, а вода может уничтожить куда угодно. Но почему решается эта проблема? Дзенникелия поэтому растут большими колониями. То есть они вместе растут в большом количестве, образуют очень-очень много цветков. В результате получается такое скопление цветков и большей вероятности, что вода занесёт тут же пыльцу на какой-нибудь соседний цветок, и там будет оплодотворение. Самопление у них не приветствуется, в частности, мужские цветки раньше развиваются, и альтения вообще двудомные. Плоды падают на дно обычно, но могут переноситься водными потоками. Также, как и для рупии, характерно, что отрывает вода кусок этой дзенникелии и переносит. Ну и вот так же вместе с куском растения она переносит и плоды. Цимодоцеевые 15 видов, близкие к дзенникелиям, даже иногда объединяются. Но цимодоцеевые они вообще только в морях и океанах. Дзенникелиям могут в пресной воде или в солёной воде там в озере. Цимодоцеевые это уже морские травы. И вот поэтому они уже совсем считаются приспособленными, потому что в море-то там хуже. И по внешнему виду напоминают скорее водоросли. Хотя цветки у них тоже есть, это цветковое растение. Распространены в основном в тропиках. Цветки мелкие и незаметные. И там на взгляд вообще от водорослей это не отличишь, если не ботаник это смотрит. Ну, можно отметить цимодоцея узловатая, на побережье Средиземного моря может быть. В южном полушарии такой есть амфиболис антарктический. В южной Австралии может быть и собственно в Антарктиде там примыкать. Но в основном конечно в тропиках. Цимодоцеевые полностью погруженные в воду многолетние растения с хорошо развитыми ползучими корневищами. Отдельные линейные листья снабжены на верхушках, сближенные на верхушках корневища, там прямостоящих побегах. Ну и таласадендрон, сюда тоже относятся. Таласадендрон из них самый короче приспособленный. Он обитает на коралловых рифах Индийского и Тихого океана. И у него очень прочные корневища. Пучки кожистых достаточно больших листьев один сантиметр. Он порядочно отличается от этих вот псевдоводорослей. Как правило у обычного у них там травянистые корневища, узкие листья. Ну и по строению листьев обычно разграничивают разные виды. Цветки еще более специализированные по сравнению с доникелием. Во-первых двудомные растения. Соответственно мужские и женские цветки у них на разных растениях. То есть у них прям есть мужское растение, женское. Цимодоцеевые в основном вообще размножаются вегетативно. То есть вот эту всю фигню разбрасывать пыльцу по воде они вообще оставили. Расход пыльцы большой. Поэтому в основном они размножаются частями корневищ и крайне редко цветут. Скорее в них цветение это остаток эволюционный от того, что раньше это наземное растение было с большими цветками. Цветки на укороченных боковых ветвях у них образуются. Окруженные листьями обычно, которые защищают в воде. Мужские цветки 2-3 тычинки. Женские тоже обычно там 2 плода листика. То есть тоже редуцированные короче. Костянковидные плоды окружены утолосодендрами, систым предсветником. Вероятно рыбы едят предсветник и распространяют плоды. Ну и эти цимодоцеевые тоже обычно образуют большие колонии. То есть допустим дно, море там где-нибудь ближе к суше покрыто все сплошником одним и тем же видом. Называется морская трава. Ну в данном случае действительно она трава и морская. На песчаном дне морских заливов, бухт на глубинах до 3 метров покрывают. То есть она подводная, под водой покрывает. Толосодендр, да, заселяет коралловый риф и он особенно далеко от побережья отходит. Цветут крайне редко, поэтому всякая их пыльца, там и прочие вопросы их цветения на самом деле малоизучены. Плод у цимодоцеи узловатый, довольно крупный, длиной, где-то чуть больше сантиметра. Долго остается на материнском растении, погружаясь в песок, прорастая после разрушения оболочки плода. Как плоды, так и проростки распространяются во время бурь и во время шторма на достаточно большое расстояние. Проростки вместе с оболочкой плода могут долго плавать в воде, допустим у того же Толосодендрона, и выносят на другие рифы. Вот так вот по коралловым рифам он распространяется. Как и всякая морская трава, в колониях этих всех трав любят рыбы метать икру, прятать мальков. Ну и соответственно можно их вырывать там, где вот приморские крестьяне вырывают эту морскую траву и используют ее как удобрение. Ну и наконец взморниковые, тоже называют морской травой, очень хорошо к морям приспособились. Длинные линейные листья практически от водорослей на внешний вид не отличаются. Цветков не видно, очень маленькие плоды тем более, да еще и цветут редко, так что так на внешний взгляд вообще эти взморники от водоросля не отличаются. Имеют длинные горизонтальные корневища, закрепленные в морском дне с помощью толстых неразветвленных корней. Обычно они не одересневают, но у некоторых прям деревянные, допустим Зостартасманика деревянная. Репродуктивные побеги образуются не каждый год. Есть там еще такой филоспадикс, имеют очень короткие побеги репродуктивные и обычно все-таки у них длинные вегетативные побеги. То есть цветет он вообще не каждый год и незаметно. Ну веера такие они образуют, соцветия у них по типу веера. Обычно вот у Зостера, то есть у взморника, по латыни Зостер и часто, кстати, я тут когда искал картинки, часто он Зостер так по-русски и называется, между прочим. Хотя взморник вообще русское есть слово. Ну вот взморник имеет веер, в котором чередуются мужские и женские цветки. А филоспадикс вообще двудомный и там в этом веере только мужские или только женские. У филоспадикса веер выступает из листьев, которые имеют покрывало, то есть как бы покрывают, прикрывают листьями этот веер цветков и имеют по бокам крупные зеленые листочки. У взморника тоже веер в покрывале и разные типы прикрытия у них имеются. Цветки тоже редуцированные, мужской состоит из одного пыльника, у женского два плодолистика, одногнёздная зависть. Пыльцевые зёрна вообще без экзины и вообще нитевидные, то есть отличаются от того, что обычно на суше. Плод эллипсоидальный, яйцевидный, имеет экзокарпий мягкий, который разрушается, потом эндокарпий выпадает. 23 вида в семействе взморниковых, и в принципе самый крупный род взморник, в который входит под род зостер, но часто и любой взморник тоже, зостер, потому что платы не так. В зостер он как раз на северном полушарии, даже до Арктики доходит, и имеется также под род застерела. Застерела, как правило, тоже по морским побережьям, и он в принципе тоже умеренный северный полушарий, то есть взморники, они все всё-таки в северном полушарии и в умеренной зоне. Хотя есть ещё род гетерозостера, который в Австралии наоборот. Филоспадикс, северная часть Тихоокеанского побережья. В взморнике обычно растут большими колониями, в основном в морских заливах и образуют целые подводные луга. То есть вот залив, у него там внизу трава, причём это натуральная трава, однодольная, вот это не водоросли. Хотя водоросли там вперемешку часто с этими колониями растут. Разные тоже у них ниши они занимают, допустим, филоспадикс, он прикрепляется к подводным камням, толстыми корнями. Листья тоже у них очень прочные, и они цепляются за эти камни и на одном месте находятся. А застерела она на илистых, на песчаных мелководьях, мягкие листья, сносятся периодически. Самый глубоководный взморник азиатский имеет самые широкие и большие листья, полтора сантиметра. Так как там у него света уже мало, поэтому он листья увеличивает. Перекрёстное опыление у взморниковых, причём филоспадикс двудомный. Взморник он однодомный, но протогеничный. Пыльца переносится водой, почему нитевидные пыльцевые зёрна тоже способствуют переносу водой, более эффективному опылению. Гибкие пыльца в виде такой ниточки, она может даже закручиваться вокруг этих рылиц, то есть закручивается вокруг женских цветков, что позволяет на воде держаться. То есть проблема в том, что вода быстро всё распространяет, но она сносит эту пыльцу, поэтому если она будет всю пыльцу сносить, то бессмысленно это всё будет. Поэтому они сделали как ниточки, которые цепляются за женские цветки. Обычно опыление у них вообще под водой, на мелководьях могут они опыляться на поверхности воды. Тогда на поверхность высовывают рыльца, высовывают эту пыльцу, она плывёт по поверхности моря и попадает на рыльца. Плоды взморниковых разносятся морскими течениями и часто обламывается полностью соцветие с плодом и несётся куда-нибудь вообще далеко. Выносит на Дальний Восток, в Тихом океане, выносит прямо на берег и есть эти соцветия лежат. Но они маленькие, незаметно, что соцветия. Кроме того, он эффективно размножается вегетативно с помощью корневищ. Взморниковые могут там использоваться населением приморских районов, например, для набивки матрасов, мягкой мебели, упаковочный материал, ну, примерно как водоросль, да, трава просто, да. Можно, в принципе, использовать их как удобрение для полей. Море в большом количестве выбрасывает эту траву и они лежат на берегах и, в принципе, там есть органика и можно удобрять этим поля. Говорят, одно из племён мексиканских индейцев даже ело взморник, но, в общем, не рекомендуется и вообще-то несъедобное. Поседониевые. Семейство поседониевых, единственный род поседония. Тоже, значит, морская трава и полностью вообще в океане имеется. Значит, поседония океанская в Атлантическом океане и вдоль побережья Средиземного моря. Поседония южная, это Тихий океан Австралии и Тасмания. Поседонии тоже растут большими колониями, образуют целые луга, иногда в перемешку с другой, вот, похожей же травой. На глубинах до 50 метров может поседония покрыть всё лугом. Полностью погружённые в воду многолетние растения с толстым ползучим корневищем. Имеют вегетативные побеги двух типов. В центре колонии прямостоящие побеги, а на периферии стелющиеся. Два типа побега. Листья широколинейные, в длину до 50 сантиметров и в ширину порядка сантиметра. Длина определяется глубиной произрастания. Чем глубже, тем длиннее листья, потому что до света хуже падает, поэтому они вынуждены растения делать листья побольше. В данном случае подлиннее. Имеется пластинка с параллельными жилками в этих листьях. Цветки собраны в колосья, расположены на цветоносах до 30 сантиметров, которые выходят из верхушек укороченных побегов или прямо из пазух листьев. Сложный колос состоит из двух-четырех колосков. Колоски состоят из двух-трех-четырех цветков. Два нижних цветка обоеполые и верхние мужские цветки. Ну, что позволяет, в принципе, опыляться с одного колоска, да, то есть верхние мужские разбрасывают пыльцу, падают на нижние. Там главное, чтобы цветок сам себя не опылял, а так в соцветии можно. Околоцветник состоит из трех чешуек в обоеполых цветках от трех до четырех тычинок. Генецей состоит из одного плодолистика с единственным семизачатком. Плодолистик на верхушке суживается, заканчивается лопастным диском. В мужских цветках три тычинки. Из плодолистика формируется костянковидный плод с мясистым околоплодником, примерно как маслина из сухопутных растений. Опыление в воде, тоже нитевидные пульцевые зерна, вот именно с целью, чтобы они попали на рыльца. Протоандрия плоды делает, падает в воду, плавает в воде, постепенно разрушается околоплодник. То есть околоплодник какое-то время защищает, чтобы оно плавало и подальше, чтобы отплыло, чтобы рядом они родственные не росли. Потом падает на дно, прорастает. Вероятно, также ест рыба и таким способом разносит. Крайне редко цветет, на самом деле все эти плоды и цветки редко бывают. В основном размножается вегетативно, то есть вода разносит какие-то куски корня, куски отломившейся веточки, и потом из веточки полностью новое растение вырастает. Тоже листья выбрасываются на берег в большом количестве и взморника. То есть вот эта морская трава, ее выбрасывать на берег, вот особенно океан тихий, где ее много. Можно использовать как упаковочный материал, в Африке для покрытия крыш, в Астралии делали из нее ткани. Ну, конечно, это все было, когда там были дикие люди и больше делать было не из чего, кроме как из травы, которую выбрасывают море. Ну и, наконец, семейство наядовое, по которому весь порядок. Слово красивая наяда, но сама вот эта наяда выглядит опять как трава просто. Ничего там, никаких красивых цветков, ничего нет. 50 видов наяд, все тоже, значит, по тропикам, по вне тропической зоне. В таежной зоне Евразии тоже есть. Подводный образ жизни, их практически там незаметно. Вот рдестовые, они хотя бы по поверхности, а это вообще где-то там под водой, и листьев особенно там и не видно. К тому же, однолетние растения образуют большое количество плодов и полностью отмирает за один год. Выглядит, ну, вот так же вот все выглядит. В принципе, вот картинки-то разные все растения были, да? То, что я рассказываю, показываю картинки, но выглядят они все практически одинаково. Большинство видов имеет сильно разветвленные хрупкие стебли, легко разламываются на отдельной части, которые плавают у поверхности воды. Наяда гибкая имеет гибкие стебли, походящие на ордесты, а остальные все, как правило, хрупкие и ломкие. Линейные, часто нитевидные сидячие листья с одной жилкой. Отличаются именно вот хрупкостью, то, что они ломаются хорошо. По краю листьев имеются колючие зубцы у наяды. Листья, как правило, располагаются ложными мутовками, по три или по один-два. Цветки сильно упрощенные тоже, однополые цветки. Причем цветки разных полов могут находиться на одном и том же растении, либо на разных, то есть могут быть прямо двудомные. Мужские и женские цветки располагаются в узлах стебля по одному или по два-четыре, имеют сильно редуцированные боковые веточки. Мужской цветок имеет обычно один пыльник с одним гнездом на очень короткой ножке и имеет покрывало. Женские цветки не имеют даже покрывала, потому что в них пыльца должна поступать и состоят из одного сидячего плодолистика. Верхняя часть заканчивается двумя, тремя, четырьмя рыльцами. Часто имеется у них еще внешнее покрывало бутылковидной формы. Тоже, как правило, при мужских цветках оно. Плоды на яд не раскрываются, односеменные, с тонким мясистым околоплодником. Форма довольно разная может быть. И как раз по форме плода, по устройству, по рисунку различают разные виды на ядов. Большинство на яд это пресноводные водоемы, но есть и на яда морская. Она в солоноватых водоемах, обычно приморские лагуны, соленые озера. Некоторые виды растут в пересыхающих водоемах. Допустим, на яда злоковидная, разрастается на рисовых полях, которые периодически там вода то заливает, то нет, и является сорняком. В Бирме тоже на яда является сорняком на рисовых полях, в теплых водоемах зарастание ее имеется. Но многие наяды в Красной книге являются редкими. Цветки опыляются под водой, созревается пыльца, ножка мужского цветка удлиняется, выносит пыльник из покрывала. То есть, пока созревает, пыльца закрыта покрывала. Потом, когда надо пыльцу сбросить, высовывает из покрывала. Губы этого околоцветника расходятся, пыльник открывается отверстиями, пыльца выходит в воду, шаровидная пыльца почти не имеет экзины, то есть наружной оболочки. Уже во время выхода в воду из пыльника они начинают прорастать, даже еще, короче, никуда не попали. Пыльца образует сразу пыльцевую трубочку, и поэтому, когда они попадают, если на рыльце женского цветка, то они сразу уже проросли, уже сразу зацепилось, сразу прорастало. Плоды обычно у них распространяются водными потоками, ну и вот то, что у них ломаются стебли, на самом деле способствует, потому что вместе с плодами части растений распространяются. Обломать стебель, потом оно куда-нибудь поплыло, плод там на нем и так далее. И дальше все распространилось. Ну и, вероятно, с помощью рыб и водоплавающих птиц тоже это все распространяется.